Памятник У этого памятника необычная история. В этом месте после Великой Отечественной войны стали собираться партизаны, участники партизанских формирований области, в частности, партизанского отряда и бригады большевик. Еще много лет после войны в этой лесной чаще сохранялись партизанские землянки. Каждое второе воскресенье августа со всех концов Белоруссии и из-за ее пределов сюда приезжали бывшие партизаны. Место это стало символом партизанского движения и получило имя партизанской крынички. Партизанская крыничка Партизанская крыничка – это потому, что когда-то кто-то из партизан, напившись воды из родника, сказал, какая замечательная водица в партизанской крыничке. И так в историю вошла, и тот мемориал, который посвящен первой стоянке партизанского отряда большевик, вошел в историю как партизанская крыничка. Мемориал «Партизанская крыничка» – один из символов массового партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Белорусское партизанское движение имело общенародный характер. К концу 1941 года в рядах партизан сражались 12 тысяч человек в 230 отрядах. Численность белорусских народных мстителей к концу войны превышала 374 тысячи человек. Они были объединены в 1255 отрядов, из которых 997 входили в состав 213 бригад и полков, а 258 отрядов действовали самостоятельно. История партизанского отряда большевик, а затем и одноименной партизанской бригады – только один из ярких примеров героизма и мужества белорусских партизан. Для Гомичина это знаковый отряд, потому что, собственно говоря, с него и началось развитие партизанского движения. В партизанском отряде большевик четверо партизан стали героями Советского Союза. ПЕСНЯ 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 Время шло, люди начали уходить, были потери уже в мирное время, что называется, естественные. И в 83-м году, к 40-летию освобождения города Гомеля, был построен немориал уже из бетона на месте бывших землянок, которые там еще длительное время после войны сохранялись. Ну и уже, так сказать, традиционные встречи с привлечением детей, молодежи, чтобы сохранить традиции, стали проводиться на этом месте. Любой материал подвластен времени, перед ним не устоит ни дерево, ни камень, ни металл, но память бессмертна. Пока мы живы, будем помнить. Пока мы помним, будем жить. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Продолжение следует...